Это настоящий! Мама, смотри на фонарики! Первая экспозиция встречает посетителей сразу у входа. Сотрудники музея сделали инсталляцию святого ключа. Воду из него пробовать не советуют, но рядом стоит питьевая. Её специально набрали в источнике для этого дня. Работает много очень интересных площадок. И мы постарались, чтобы люди не только увидели, но и смогли прямо на вкус ощутить. Сегодня к нам привели группу из детского сада «Дельфинчик» целиком, четырёхлеток. И самого взрослого я сегодня уже видела участника, знаю, что ему за 80. То есть все возрасты представлены. Охотнее, не охотнее, да, число посетителей с каждым годом увеличивается. Это радует. Уроки творчества в этом году решили разнообразить. Елена Федосеева сегодня знакомит детей с техникой создания объёмных цветов и фигур. Она начинающий декоратор и на таком мероприятии впервые. Работа с бумагой и с фоамираном. Фоамиран – это такая, сейчас как бы входит в воду, большие, объёмные цветы, маленькие цветы, допустим, на заколочки, на какие-то ещё. Он, грубо говоря, вечный, это грубо, конечно, да, и просто, легко делается и хранится. Плюс бумажный декор. Сейчас тоже очень в моде всё это большое, объёмное декорирование. В рамках акции в этом году задействованы все залы городского музея. Мастер-классы, ярмарка, живая музыка, кинотеатр. Каждый посетитель смог найти что-то для себя. Ксения Горюнова решила попробовать что-то новое. И теперь у неё есть подарок для мамы. Делала первый раз такую поделку, и мне очень понравилось. То, что я вообще очень люблю рисовать, и мне понравилась эта работа, потому что здесь нужно сочетать цвета и делать всё гармонично. На самом деле это очень легко. Мне кажется, даже взрослый, даже самый маленький ребёнок может попробовать. Искитимцы уже окрестили ночь в музее маленьким днём города. В одном месте собраны разные тематические площадки. На аллее славы горожане смогли познакомиться с ретро-мотоциклами и автомобилями.